Добрый вечер Финал является команда Гайка Газазяна А сейчас я приглашаю за игровой стол команду Тигряна Кочаряна Тестировщик Арам Артюнян Экономист Сергей Мелкумян Юрист-международник Евгения Иванова Юрист Дмитрий Пецков Кандидат искусств поведения Марк Арсет Жакян И капитан команды, обладатель мраморного овла, специалист по информационной безопасности Тигрян Кочарян Против команды Тигряна Кочаряна сегодня играют Анастасия Смирнова Айкас Мелкумян Сона Арменакян Сектор Супер Блиц Амаля Сарксян Арпина Макарчан Елена Адамович Сектор Блиц Саркис Петросян Рахматулла Асатов Гайанэ Кэрмуян Лили Тованисян И сектор Росгострах Армения Весенние игры что, где, когда Телезрители против знатоков Игра до 6 очков Счет 0-0 Первый раунд Добрый вечер, уважаемые знатоки Добрый вечер, господин ведущий Господин Арутюнян Арам Арутюнян Как-то вы сказали, что в игре изменили бы редакторов и ведущего Тут с ведущим все понятно А редакторов-то за что? Ну, возможно, это было слишком жестоким Они работают над собой, как мне кажется Против вас играет Сона Армения Кэн Господин ведущий, это было мнение, личное мнение только одного игрока Добро добавить ошибочно, ошибочно Против вас играет Сона Армения Кэн Учительница из села Сэрс Внимание, черный ящик Там слон Во время Второй мировой войны Нацисты, захватив Норвегию Запретили местным жителям носить пуговицы и значки С инициалами изгнанного норвежского короля Хокона VII В черном ящике находится изобретение Которое норвежцы начали носить на одежде Как символ единства Внимание, вопрос Что в черном ящике? Время Где-то что носили? Нет, это то, что евреи Евреи где-то что носили? Желтого звезда? Она была раньше По-моему, правительство Норвегии Изобретение Норвегии Не изобретение Изобретение там такое Звезда Давида была у Евреи Хоган Сизмой Сема в единство, что может быть? Они были едины не со своим народом Это, может, единый с кем-то уговорить с евреем Поэтому он только носил Это другое Это другое Какие-то шевроны с женой носили Норвежский флаг Знаешь как? Одежду, кроме пуговицы Булавка такая Молния была все символ единства С крепком Норвегии Памятник там стоит Памятник скрепки Памятник скрепки Молния Это все-таки поздно Потому что молния была Молния нет Господин ведущий отвечает Арам Артюня Слушаем вас, господин Артюня Положим, что это скрепка Скрепка Внимание, правильный ответ Вместо пуговиц и значков Норвежцы вспомнили о скрепке На самом известном изобретении И стали носить Откроем черный ящик Скрепки Как символ единства Дамы и господа Кстати, в Осло Посмотрите на экран В январе 1990 года Установлен памятник скрепки 1-0 в пользу знатоков Генеральный спонсор Генеральный спонсор Весенних игр Что, где, когда Компания «Роткострах Армения» Спонсор передачи Компания «Юком» Спонсор передачи Кани Ахмадатов Спонсор передачи Компания «Вивару» Партнер телезрителей Знатоков Нурхан Реклама на канале «Армения» Внимание, лучшему знатоку Сегодняшней игры Генерал-лейтенант Валшак Арутюнян Из своей личной библиотеки Дарит фотоальбом Альбом, посвященный Маршалу Уванесу Баврамяну Со своим автографом Продолжаем игру Второй раунд Уважаемые телезрители Присылайте свои вопросы По адресу Ереван, Ягвардское шоссе 1 Телекомпания «Армения ТВ» Что? Где? Когда? Или на электронный адрес Infosobachka5.em Помните, что на игровой стол Не попадут письма В которых не будет указан Источник информации И номер вашего телефона А письма без фотографий Будут рассматриваться В последнюю очередь Анастасия Смирнова Против вас играет Анастасия Смирнова Школьница из Москвы Россия Внимание! Постеры Эти постеры заказала одна международная компания Внимание! Вопрос! Что она рекламирует? Время! Почему? Глаза! Глаза! Лизы! Там снег есть! Лизы какие? Белые! Отдыхают! Везде глаза отдыхают! Глаза отдыхают! Лизы! Они разных цветов Да! Лизы красивые! Лизы красивые! Очки какие-то! Очки для глаз Глаза! Международная компания меня смущает! Это должна быть известна наверное Кока-Кола! Но международная компания Коррекция зрения может быть? Вряд ли Вряд ли Очков нету Просто Время! Время! Господин Кручарян! Время! Отвечает Дмитрий Бецков Слушаем вас Ну Мы вот так Обратили внимание Что на всех трех постерах Цвета глаз Разные все И появилась версия Что это Международная компания Рекламирующая Линзы для глаз Линзы для глаз Да! Ваш ответ понятен Внимание! Правильный ответ Господа Вы действительно Заметили Что Там изображены Глаза И они Отдыхают Компания Заказавшая Эти постеры Предлагает Дать глазам Отдохнуть Господин Бецков Да! И рекламирует Аудио Книги Один-один Вы практически Аплодиски На Десятой По маркетингу Компании Виваро Господин Армен Сукьясян И руководитель Лайв Казино Оксана Янищин Добрый вечер! Добрый вечер Господин ведущий Господин Сукьясян Делая ставки на исход Несколько событий То есть экспресс ставку Заметно что сумма Выигрыша превышает Предполагаемую Чем это обусловлено? Господин ведущий У Виваро Сорок процентов На экспресс ставках Бонус То есть Если человек Ставит на несколько Событий Исход на нескольких Событий То можно заработать Польше чем предполагается Но еще и Каждую неделю Виваро Предлагает Своим клиентам Специальные Билеты Для экспресс ставок В которых Бонус может Составлять больше чем Сто процентов Спасибо Господин Сухьясян Продолжаем игру Третий раунд Господин Петька Да Господин ведущий Как-то вы говорили Что Вы не хотите Чтобы в игре Принимали участие Детские команды Почему? Нет Не то чтобы Не хочу Это неправильно Просто Все таки Они не должны Как-то наравне Соревноваться С взрослыми командами Это все таки Немного несправедливо По отношению к ним Они наравне Не соревнуются Они Вне конкурсных Играх играют Вне конкурса Пусть играют Сколько угодно Спасибо Сядешь Арам Супер Блиц Арам Арутинян остается Три вопроса По 20 секунд Размышления Над картой Остается Арам Арутинян За столом Чтобы одержать победу В этом раунде Господин Арутинян Должен ответить На три вопроса Подряд Тишина в зале Абсолютная Тигрян Заврабян Из Еревана Просит вас Назвать того О ком Известный Немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен Сказал Не ручей Морем Он должен был Называться Время Так я Отвечу что это Бах Абсолютно Абсолютно Внимание Правильный ответ Не ручей Морем он должен был Называться Сказал как-то Людвиг Ван Бетховен Об Иогоне Себастьяне Бахи Бах по немецки Означает Ручей Внимание Вопрос второй Как слабо Была Старая Медицина Если бы Я был Рядом С Пушкиным Я бы не дал Ему Умереть Кнарик Пашаян Из Ван Азора Просит вас Назвать Всем известного Автора Этих слов Время Тишина В зале Не обсуждаем Время Господин Арутюнян Предположим что это Чехов Внимание правильный ответ Эти слова принадлежат естественно доктору господина Арутюнян и известному писателю Антону Павловичу Чехову Решающий третий вопрос Нуне Минасян из Еревана просит вас назвать того, кого Вольтер именовал старцем семи холмов Время Время господина Арутюнян И кого же Вольтер Так Ну, известно, что Рим стоит на семи холмах Если он Вольтер говорил о человеке, то это может быть Папа Римский А если он говорил о городе, то это может быть Рим Это Наверное Того, кого Вольтер именовал Старцем семи холмов, господин Арутюнян Кого? Наверное, он все-таки человека Поэтому Папа Римский Папа Римский Таков ваш ответ Ну Он, конечно, менялся все время Трудно сказать Просто Первые два еще и люди были Ваш ответ? Ну, пусть будет Рим все-таки, ладно Рим? Да Внимание, правильный ответ В повести царевна Вавилонская Старцем семи холмов Вольтер назвал господин Арутюнян Папу Римского Почему? Кого? Кого? Я еще раз прочитал Того, кого Господин Арутюнян Нюна Минасян Нюна Минасян Приносит второе очко своей команде И зарабатывает денежный приз В размере 80 тысяч грамм От компании Росгострах Армения Не переживай Молодец Не переживай, все окей Давай, давай, давай 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 Я взял это все Отлично Все отлично Менять надо не лета второго ведущего А, спасибо А, ради Бога Империя наносит ответный удар В вашем месте Сроки говоря, конечно, дал ответ Ну, окей Ведущего можно поменять, да Дамы и господа У нас в зале присутствует Председатель парламента Нагорно-Карабахской республики Господин Ашот Гулян Добрый вечер, господин Гулян Добрый вечер, господин Гулян Господин Гулян, мы рады вас видеть На нашей передаче И я знаю, что вы помогаете Интеллектуальному движению В Нагорном Карабахе Спасибо вам за это И какие у вас впечатления От игры Ну, впечатления очень хорошие И я просто хочу заметить, что Проект, что где когда Настолько популярен в Нагорном Карабахе Что его поддерживают буквально все Начиная от президента Нагорно-Карабахской республики И все общественные организации Но самые важные дела делают Ребята, которые занимаются этим проектом И я хочу поблагодарить Сегодняшних игроков И пожелать им удачи Спасибо вам, господин Гулян Продолжаем игру Четвертый раунд В принципе Хорошо, что супер-близ ушел Это тоже хорошо Каждый телевизор, который сегодня выиграет у знатоков Получит денежный приз от компании «Росгострах Армения» Размер денежного приза зависит от очередности выигранного вопроса За первый вопрос – 70 000 грамм За второй – 80 000 грамм За третий – 90 000 грамм За четвертый – 100 000 грамм За пятый – 110 000 грамм За шестой вопрос – 120 000 грамм Против вас играет Лилит Хованессиан Педагог из Гюмри Генерал царской армии Аршак Тель Гукасов Как-то наблюдал за народными гуляниями в Шуши, господа Арена была предоставлена борцам Младший сын генерала уложил всех своих соперников Последним подошел его старший брат Генерал был уверен, что победит старший сын Ведь даже если сильнее окажется младший Он при людях не уложит брата на землю Но вышло так, что младший сын генерала победил в этой схватке старшего брата Эта победа совсем не обрадовала генерала Который сказал с укором сыну Как тебе не стыдно уложить на землю старшего брата при людях? Внимание, вопрос Как полушутя, полусерьезно оправдался младший сын? Время Как же не стыдно старшему проигрывать мне на людях? Нет, это не сутка Пусть все знают, что я младший такой Пусть представляют, какой ослепился Почему плохо? Специально оправдался своему младшему брату? Полушутя полусерьезно То есть он сулажей Почему не может быть Как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно? Не уступил Ну да, но надо Как-то вот Почему не может быть Почему я родился младшим? Почему и так далее? Что-то там за все Больше не уступает. Больше не уступает. Почему? Не нравится, что как не стыдно ему мне проигрывать? Это не смешно и это неправильно. Ну, полушутя, полусерьезно. А может быть, старший поддался. Старший поддался? Я типа сделал все, что мог, но он... А зачем? Ну, чтобы выставить... То есть он поддался больше меня? Здесь все только это видели. Он уступил? Время. Отвечает Сергей Мелкумин. Слушаем вас, господин Мелкумин. Ну, ничего лучше не придумали, чем, ну, полушутя, я ему уже однажды уступил, ну, право рождения. То есть он родился быстрее меня, я ему в этом уступил. Что-то такое. Что-то такое. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Влаший сын сказал Террукасову. Терукасову. Отец, когда родился мой брат, ты был полковником, а когда родился я, ты уже был генералом. Так сыну генерала разве подавает не победить в бою сына полковника? Три-один. Порто телезрителей. Телезрительница Лили Дованысян приносит третье очко своей команде, зарабатывает денежный приз в размере 90 тысяч. Драма от компании «Росгострах Армения». Продолжаем игру. Пятый раунд. Уважаемые телезрители, обращаем ваше внимание на правила участия телезрителей в игре «Что, где, когда». По нашим правилам редакция не вступает в переписку по поводу вопросов, присланных на конкурс передачи, и оставляет за собой право на редактирование и авторскую переработку вопросов, а также на использование присланных материалов по собственному усмотрению. Господин Ковчарян, счет мог быть 3-1 в вашу пользу. Аудиокниги и по-марински. И как бы... Мог быть и 4-0. И в нашу, и в вашу. Вряд ли. Сектор Блиц. Три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы заработать одно очко, знатоки должны ответить на три вопроса подряд. Сегодня против вас играет Карен Абрамян, менеджер из Еревана. Недавно в интернете появились публикации, которые лаконично раскрывают суть известных шедевров мировой литературы. Внимание, вопрос первый. Карен просит вас ответить. Суть какого произведения изложена следующей фразой. Книга о преимуществах безвизового режима. Время... Лягушка-путешественница? Может быть, 40 лет вокруг свет за 8 дней? Это лучше. Еще где быстро, то есть ты быстро двигаешься. Много стран, много стран. 20 тысяч лет под водой тоже безвизов? Нет, это нет. Там все-таки... Там вода. А зачем время еще есть? 20 секунд. Кто отвечает? Да. Слушаем вас, госпожа Иванова. Попробуем предположить, что это вокруг света за 80 дней. Внимание, правильный ответ. Госпожа Иванова, речь идет о книге. Жуля Верна, вокруг света за 80 дней. Внимание, вопрос второй. Карен просит вас ответить. Суть какого произведения изложена следующей фразой. Главный герой в течение учебного года разгадывает тайну женского туалета, вечно закрытого на ремонт. Гарри Поттер и тайная комната. Гарри Поттер. Тайная комната. И в тайной комнате. Да, Гарри Поттер. Там же плаксы. Раньше народ. Ну давайте подождите. В этом туалете Гарри Поттер тайная комната. Вы готовы, господин Кочаря? Да, мы готовы. Особенно готов Сергей Милкумер. Гарри Поттер и тайная комната. Ну или по тайная комната. Внимание, правильный ответ. Речь идет о книге Джоан Роулинг, Гарри Поттер и тайная комната. Решающий третий вопрос. Карен просит вас ответить. Суть какого произведения изложена следующей фразой. Нет проку тем скакать по заграницам, кто на подруге детства так хотел жениться. Время. Дубровский. Не знаю. Евгений Онегин может быть. Но это не подруга детства. Недоросль, фанвизин. Зачем? Там зачем география, если есть изложчик и что такое. Нет проку с какого-то заграницам. То есть он где-то путешествовал, вернулся. Барышня-крестьянка. Слушай, Ларина подруга детства Агенина Конегина. Нет. Барышня-крестьянка не может быть. Скакать по заграницам. Время. Кто отвечает, господин Ковчарян? А можете повторить вопрос? Да, но вы скажите, кто отвечает, и я повторю. Ответит Арамару Циньон. Тишина, больше не обсуждаем. Нет проку тем скакать по заграницам, кто на подруге детства так хотел жениться. Дон Кихот. Тишина! Пусть будет Дон Кихот. Внимание, правильный ответ. Речь идет, господин Ковчарян. А что я? Чуть-чуть косой. О каком-нибудь Чацком, о книге Александра Сергеевича Грибоэдова. Горе от ума. 4-1. Тишина, если ты хочешь ответить, ответь сам. И Карен Абрамян. Принесет четвертую очко своей команде, зарабатывает денежный приз в размере 100 тысяч грамм от компании «Росгострах Армения». Дамы и господа, у нас в зале присутствует директор по маркетингу и коммуникациям компании «Юком» господин Тигран Сафарян. Добрый вечер, господин Сафарян. Добрый вечер, господин. Как оцениваете игру «Знатаков» господин Сафарян? Очень интересная игра, очень обидно «Знатаков», что все вопросы буквально на волоске были, и вот такой счет, просто счет не по игре, я думаю. Господин Сафарян, я слышал, что в этом году ваша компания поддерживает армянскую сборную на Олимпийских играх в Рио. Это правда? Да, это правда. Наша компания «Юком» долгие годы стоит рядом с нашими спортсменами, с людьми, которые представляют культуру. В этом году мы решили поддержать нашу сборную, олимпийскую сборную, и в первую очередь очень ждем медалей, потому что, как вы знаете, мы за долгое время имеем 13 медалей, и надеемся, что в этом году эта чертова дюжина изменится, и мы наконец-таки получим долгожданную 14 медаль, мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Спасибо, господин Сафарян, вы поддерживаете не только спортсменов и деятелей искусства, вы поддерживаете уже долгие годы интеллектуальное движение в Армении. Спасибо вам за это. Обладателям раморного англа, напоминаю, компания «Юком» подарит новейший телефон HTC One A9. Шестой рам. Все еще можно вернуться. Уважаемые телезрители, с правилами приема вопросов на конкурс, вы можете ознакомиться у нас на сайте www.tv-играв.am. Было. Было. Раз-пять подряд, мы можем попробовать. Поздравить. Вот спортсмен. Кстати, господин Хочарян, напоминаю, что один раз за игру вы сможете воспользоваться помощью клуба. Спасибо. Сектор. Сверху покажите стрелку, мне не видно. По стрелке против вас играет Айказмел Кумян, студент из Еревана. Господин Бецков. Да, господин Юрьевич. Вам нравится заниматься воспитанием ребенка? Да, очень. А вам советуют, как их воспитывать? Иногда, но в основном, честно говоря, не прислушиваюсь к совету. Понятно. Так вот, острослов Григорий Остер подготовил советы для тех, кто пытается быть хорошим отцом. Внимание, вопрос. О чем, по мнению Григория Остера, не стоит забывать отцам, когда они отвечают на вопросы своих детей? Время. О чем не стоит забывать? Забывать, да. А за счет, что он сам когда-нибудь был ребенком? Нет, какой-то вопрос. Почему? Вот именно почему? О презумпции невиновности, о том, что... То есть это очень такие... Да, это очень такие... А может, тот же вопрос он еще и может матери задать? Против вас. Отлично. Все, что вы сказали, вы используете против вас. Это супер, красиво. Дальше, дальше. Еще что еще? Может, что он матери розболтает? Ну вот да, что-то... А пустами младенцы глаголит истина. Не все. Там наоборот. А времени. Вы тоже были ребенком, и вы тоже спрашивали что-то, вспомните? Своё интересное какое-то... Что еще может быть именно... Смешно то, что все, что вы скажете... Да, это понятно. Что еще может быть именно... Почему только отцам? Почему только отцам? У него в основном... Против мать перед нами. Вредные советы... Может, используете со стороны матери тоже. Ну, либо это... Мама узнает. Что еще может быть... Отвечает Дмитрий Бесков. Слушаем вас, господин Бесков. Ой, вот я тут как... Ну, как-никак, как юрист, вспомнил один из принципов Миранды. Все сказанное вами может быть использовано против вас. Следует отцам помнить всегда это. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Григорий Остер советует. Господин юрист Дмитрий Бесков, когда отвечаете на вопросы своих детей, не забывайте, что все сказанное вами может быть использовано против вас. Проснувте, господин Бесков. Четыре-два. Седьмой раунд. Что вы обсуждаете, женщины? Господин Бесков. Да, господин Юрьевич. Вы в детстве хотели стать биологом. Что помешало? Ой, честно говоря, вот... Да, это очень смешно, конечно. Вот уже где-то лет в 15-16, когда пришло время поступать в университет, у меня был такой выбор окончательный, стать юристом или врачом. Ну, тогда я сделал выбор в пользу юриспруденции. Вот так. Но, в принципе, биология мне всегда интересна. Против вас играет Санхис Петросян, инженер из Еревана. Посетив в городе Хиросима этот памятник японской девочке с оригами в руках и, услышав японскую легенду, советский поэт написал стихи, а советский композитор написал на них музыку. Внимание, вопрос. Через минуту напойте эту песню. Время. На срочный ответ. Слушаю вас. Ответишь? Как скажешь. Отвечает Евгения Иванова. А, напойки. Поет, вернее, Евгения Иванова. Можно я прочитаю, да. Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратили в белых журавлей. Продолжать. Нет, спасибо. Ваш ответ понятен. Внимание. Правильный ответ. Посмотрите на экран. После атомной бомбардировки в Хиросиме больная девочка очень надеялась на выздоровление и, согласно легенде, сделала тысячу оригами. Известный поэт Расул Гамзатов под впечатлением рассказа об этой девочке написал стихи, а композитор Ян Фрэнкель – музыку. Послушайте! Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. 4-3! И минута в запасе у вас, господин Кручалян. Еще помощь можно сейчас брать, пока 3-4. Вот сейчас конец. Не обязательно. Не, можно. А смысл? Легкий вот. Да. Ну... Господин... Потом мы уже не сможем. Но потом, может, 5-4. 5-4 нам нужно. У нас есть еще одна приятная новость. Недавно в Армении состоялся интеллектуальный фестиваль, фестиваль, чемпионат среди организаций финансовой сферы Республики Армения. И команда «Роткострах Армения» получила звание «Интеллектуальная страховая компания года». Господин Светракян. Да, господин. Я знаю, что вы и господин Кручалян были организаторами этого чемпионата. Расскажите, как проходило мероприятие? О, мероприятие проходило очень интересно. Это был открытый чемпионат, на котором могли участвовать команды любые представители финансовых организаций. Кстати, стоящие передо мной господин Авелян и госпожа Мажарова непосредственно принимали участие как игроки и показали отличную игру на чемпионате. Всем, я вас и поздравляю. Спасибо. Спасибо вам, господин Светракян. Восьмой раунд. Ну да, бойцы. Не обнимаем. Последний. Молодец, мой молодец. Только лобутону надирать не будем, да? Все-таки. Молодец. Только так, только так. И сломал сейчас систему, да? Пошел против системы. По стрелке против вас играет Рахматулла Асатов, врач-педиатр из Кушрабада, Узбекистан. Это на вид... Тишина в зале. Это на вид самое безобидное на свете оружие. Длина его несколько наперстков. Внимание, вопрос. О чем так сказал японский писатель Кобо Абе? На срочный ответ. Точно? Кто отвечает? Макар Светракян. Слушаю вас, господин Светракян. Ну, нам кажется, что в длину в несколько наперстков очень похож человеческий язык. Внимание, правильный ответ. Почему? На вид самое безобидное на свете оружие. Длина его несколько наперстков. По мнению японского писателя, это господин Светракян. Язык. 4-4. Вы сравняли счет и у вас 2 минуты в запасе. Спорт и ланковый зал. Да. В общем, не обсуждает, да? Да. Тактика такая. Игра у нас пошла. Дамы и господа, у нас в зале присутствует генеральный директор проекта Нуркад, госпожа Марина Даллакян. Добрый вечер, госпожа Даллакян. Добрый вечер, господин Викторович. Госпожа Даллакян, проект Нуркад Кэшбэк работает только в Ереване, или жители регионов тоже могут принять там участие? До этого жители регионов могли получать карты, обращаясь в филиалы нашего партнера банка, но воспользоваться проектом только в рамках банковских услуг. На данный момент у нас уже в нескольких регионах есть пул партнеров проекта. Через несколько месяцев все регионы в Армении будут подключены к проекту, и все жители нашей страны уже будут иметь возможность воспользоваться этим проектом. Спасибо. Спасибо вам, госпожа Даллакян. Девятый раунд. Уважаемые телезрители, обращаем ваше внимание на правила участия телезрителей в игре «Что, где, когда». По нашим правилам, редакция не вступает в переписку по поводу вопросов, присланных на конкурс передачи, и оставляет за собой право на редактирование и авторскую переработку вопросов, а также на использование присланных материалов по собственному усмотрению. Против вас играет Амаля Сарксян, технолог из Еревана. Внимание, Эдгар Дега. Перед вами картина Эдгара Дега «Женщина, моющая спину». Обнаженные фигуры, говорил художник, обычно изображаются в позах, заранее рассчитанных на зрителя. Однако я пишу скромных, простых женщин из народа, которые заняты обычным уходом за своим телом. Внимание, вопрос. Как Эдгар Дега назвал свой метод изображения не позирующих людей, а просто подмеченных в тот или иной момент? Время. Фотография была тогда? Нет, но… Ну да, уже была, вообще-то, да. Да, дагера типы были, да. Подмечен. Подмечены. Подмечен. Пабарацци не может быть, это итальянское слово. Ты ловишь монет? Еще что-то есть? До гератипы уже были, они все, в Трансу. Типа его нету, понимаешь, она не знает, что его нет. Пятая стена. Подмечен этого нету. А папарацци можешь? Нет, нет, нет. Четвертая стена. Включаем, папарацци. Это итальянское слово не может быть. Может, они сами не знали, что их рисуют. Ну, да. Натурализм. Можно с натурализм смотреть? Натурализм, типа, там, природное, натуральное. Он именно ловит момент, который человек совершает обычное действие, он ловит этот момент. Ну, это на фотографию похоже. И вот фиксирует этот момент. В принципе, у него такая суббота. Она может не называться фотографией. Жизнь, до геротипа они вообще не были. А потом, когда они стали фотографией называться, это вопрос. В кино нет, это кино это может быть. Понимаешь, что вуэризм тоже может быть? То есть они не знают, ты подвеличил. Время тишина. Господин Кручай, вы берете минуту? Нет. Почему нет? Повторите, пожалуйста, вопрос, мы решим, мы берем минуту. Нет, вы берете, после этого я решу, я. Да, я согласен. Вы берете минуту, господин? Нет, мы не берем минуту. Вы не берете минуту. Кто отвечает? Я отвечу, это фотография. Это фотография. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Известный художник говорил, я пишу скромных, простых женщин из народа, которые заняты обычным уходом за своим телом. Это все равно госпожа Иванова, что подсматривать за ними в замочную скважину свой метод, Дега назвал методом замочной скважины. Целую минуту госпожа Иванова твердила, что там было слово подмеченных, подмеченных. Никто не прислушался к госпоже Ивановой. Подмеченных совершенно не помогает, конечно. Амара Сарксан приносит пятую очко своей команде и зарабатывает денежные призвы, разбили 110 тысяч драма от компании «Росгострах Армения». А у нас, дамы и господа, дегустационная пауза. У нас в зале присутствует директор по маркетингу Степанакерского конечного завода, господин Мэль Гаспарян. Добрый вечер, господин Мэль Гаспарян. Добрый вечер. Госпожа Иванова. Да, господин Мэль Гаспарян. Вы слышали такую легенду, что возраст коньяка можно определить слезинками? На бокале, да, я слышала такую легенду. Говорят даже, что 50-летние коньяки, эти слезинки видны в течение чуть ли не половины минуток. А еще они называются «дамские ножки». Чем стройнее, тем лучше. Дамские ножки. Вот об этом я не знал. Ну, знаток, он везде знаток. Спасибо вам, госпожа Иванова. Генеральный спонсор весенних игр «Что, где, когда». Компания «Росгострах Армения». Спонсор передачи компания «Юком». Спонсор передачи «Коньяк Мадатов». Спонсор передачи компания «Вивару». Паттнер телезрителей и знатоков «Нуркан». Реклама на канале «Армения». Пять-четыре в пользу телезрителей. И мы начинаем десятый раунд. Господин Хочарян, я же предложил вам взять минуту. У вас две минуты. Я оставлюсь при том мнении, что мы бы не вышли на выражение «подглядывать замочную стражу». Потому что было две версии вуаеризм и фотографии, которые... Нет, версия была «подглядывать» версии вуаеризм. Вуаеризм есть «подглядывание». В чем французское слово. А вы бы приняли эту версию? Я справлюсь. Человек-акон относится к «Араму Арутюняну» нет. Да, верно. Если бы ответила госпожа Иванова – да. А если бы «Араму Арутюнян», то нет. Хорошо. Против вас играет Апинем Макарчан, преподаватель из Еревана. Гуманоиды больше не наливать. В конце 30-х годов прошлого века публицист Алекс Осборн предложил идею мозгового штурма как группового метода решения проблем, активизирующего творческую мысль. Необходимо было соблюдать четыре основных правила. Правило первое – поощряется свободное ассоциирование. Второе – количество предлагаемых идей должно быть как можно большим. Третье правило – разрешается улучшать идеи, выдвинутые другими членами группы. Внимание, вопрос. Назовите четвертое правило. Кто-то, кто координирует время, ограниченное время, по-моему, ставит, нет? Ограниченное время может быть, потому что Макарчанка – это очень похоже на нас, ЧГК. Но определенный период времени, чтобы за этот период они могли не молчать. То есть как минимум, чтобы каждый одну версию сказал. Кто-то, кто-то координирует все время. У нас есть количество идей, свободное ассоциации много. Разрешаться, улучшаться. То есть что еще может быть? Что еще может быть? Давайте еще крутить. А может, выбор идеи путем голосования? Голосование? Итоговая идея, либо кто-то должен модерировать, быть модератором. Чтобы итоговая идея была коллективной, то есть а не индивидуальность. Чтобы кто-то был деструктором. А кто-то все время критикует? Кто-то критикует? Не, не, наоборот, нельзя критиковать. Первое критиковать нельзя, первое правило. Вообще это ассоциации. Нельзя критиковать первое говорили. Нет, нету такого. Первое правило – свободное ассоциации. Вообще это нельзя критиковать, да. Вообще это свободная ассоциация. А вы критиковать наоборот. Время! Господин ведущий, у вас есть возможность помощь Тулба. В конце 30-х годов прошлого века публицист Алекс Осборн предложил идею мозгового штурма как группового метода решения проблем, активизирующего творческую мысль. Необходимо было соблюдать четыре основных правила. Поощряется свободное ассоциирование. Количество предлагаемых идей должно быть как можно большим. Разрешается улучшать идеи, выдвинутые другими членами группы. Назовите четвертое правило. У вас 20 секунд на помощь Тулба. Нельзя говорить нет. Кому нельзя говорить нет. Это точно. Вы что знаете, догадываетесь? Это вы знаете? Наверняка кто-то знает. Нельзя говорить нет. А что? Это не одну версию критика. Окей, да. Оно немножко первое входит. Время. Время. Я отвечу спасибо залу. Мы выбрали в принципе версию зала. Во время обсуждения нельзя никого не критиковать. Короче, нельзя затыкать обсуждение. Не критиковать, чтобы люди спокойно высказывали свои идеи. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Господа, по сути, такие же своеобразные правила действуют и в нашей игре. Согласно четвертому правилу мозгового штурмного Осборна, можно высказывать любую мысль без боязни, что ее признают плохой. То есть нельзя критиковать мысли. 5-5. Сейчас минуту не экономим, пожалуйста. Не экономим, пожалуйста. А телезрительница Арпинай Макарчан получает денежный в качестве компенсации и получает денежный приз в размере 120 тысяч грамм от компании Росгострах Армения, так как команда ответила на вопрос с помощью клуба. И мы начинаем решающий одиннадцатый раунд. Господин Курчарян. Да, господин ведущий. Вы говорили, что у вас есть примета на игре, но это секрет. Вот когда вы раскроете этот секрет? Когда уйду из игры. Когда уйдете из игры? А когда уйдете из игры? Наверное, в белых тапочках и ногами в пиле. Ну ты понял, что это капец. Напиши хоть потом. Люди, у каждого полминуты высказывать все есть. По стрелке против вас играет Елена Адамович, пенсионерка из города Светловодск, Украина. В 1976 году в одном из художественных музеев Нью-Йорка прошло необычное выступление культуристов. Внимание, вопрос. Что же стало изюминкой этого шоу, вызвав абсолютный восторг зрителей? Время. На телах, может, это все происходило? То есть это выступление культуристов? Нет, они, скорее всего, имитировали... Товарищи, может быть, это был первый пример, когда... Есть же такие рестораны, где едят с тела людей. Культуристы. Ну, а может, рисовали непосредственно на телах культуристов, и они показывали все. Боди-арт? Ну, первый пример боди-арта. 70-х кто-нибудь знает, и то есть, может, они... Товарищи, может быть, они были... Первые голоди были, то есть, ну, в плавках. Нет, 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 нет. У них не было отличия от этих лайков. Они были, они были, они, допустим, один был дискоболом, один был Давидом, один был так. Они вот такие, они исполняли роли скулы. Они, античных героев, взяли античные статуи. Когда к ним подходил, он типа оживал, поэтому тоже... Нет, повторяй, античные статуи. Они просто здоровые, не очень похожи. Слово-изюминка по спортивной, не надо интерпретировать, да, сейчас? Абсолютный восторг, что значит? Повторяй, давай, 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 давай. Повторяй, античные статуи, то есть, это вот... Абсолютный восторг. Господи, ведущими, повторите, пожалуйста, вопрос, мы возьмем минуту еще. В 1976 году в одном из художественных музеев Нью-Йорка прошло необычное выступление культуристов. Что же стало изюминкой этого шоу, вызвав абсолютный восторг зрителей? У вас вторая минута. Они действительно что-то делают. А, Рома, вот слово выступление, это уже плохо. Выступление, они показывают, это тоже выступление. Это выступление, это выступление, это выступление. Женский бодибилдинг. Ну, они меняются, они все прозы погадают поучить. Женский бодибилдинг? Нет, первый, первый раз. Ну, почему в арт-галерее? Женщина, это изюминка. А может, 10 первого раз женщины? Нет, в 1976 году нет. По-моему, они раньше, но наверняка не скажу. Все-таки расцветов уже раньше. Мужской намного раньше, а женский я вот не скажу. Изюминка, что культуристы не женщины. Может, даже с вами движения там картины меняют? Да я не думаю, что женщины-культуристы могут вызвать абсолютный восток изображения. А почему? Американцы абсолютно восток. Вариант все-таки с тем, что... Узеи выступления. Вариант все-таки, что сыртел. А может, культуристы держали картины? Может, они просто держали картины? Не надо держать картины, они тяжелые. То есть, картины были не размешаны на стенах? Все-таки, может быть, именно они стоят, допустим, статуи, они должны культуристы в такой же форме. Ну, то же самое, да. То есть, нельзя было отмечить вот это. Время, господин Хочарян. Мы берем еще одну минуту. Вы берете минуту, у меня, думаю, читать не надо больше вопрос, вы знаете. Что же стало изюминкой этого шоу, вызвав абсолютный восторг зрителей? Вторая минута. Художественные музыки. Давайте отсекать, почему? Почему написал не может быть что-то, а мы это что-то можем делать? Потому что это обычная вещь. Это не совсем обычная вещь. Ну, смотрите, сейчас... А если они еще белым покрашены, то точно нет во всем мире. Я знаю, дико. У тебя есть еще такая выставка для автобусных, движущейся статуи. Есть же сейчас... Там же зрители другие. Типа, живая инсталляция. То есть, до этого инсталляция купа нет. Да, 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 они вот именно статуи. Я первая инсталляция. Да, изюминка с виноградом. Женский культуризм, я не думаю, что он вызовет абсолютный восторг всех окружающих. А может быть, изюминка, что выставили именно для женщин? А может быть, спускали женщин? Может, они где-то были... Нет, женщин себя спускали. Нет, только... Слушайте, а может, они разыгрывали... Я этот восторг вызывал что-то женщин? Не отдельно, а все разыгрывали на них. Глазиаторские бои. Глазиаторские бои, отлично. Может быть, глазиаторские бои. А мы сами в музее. В музее там надо коровь-песок и так далее. Время у вас нет уже. Да, к сожалению, нам не хватило времени, но... Кто отвечает, господин Анатольевич? Отвечает Арам Артюнин. Слушаем вас, господин Анатольевич. Я рискну предположить, что культуристы, поскольку дело было в художественном музее, они популяризировали художественные произведения, в частности, известные скульптуры, которые являются канонами мужской красоты, например, Дискобол или Давид или Аполлон Бельведерский. То есть они принимали все те позы, в которых стоят эти скульптуры. Возможно, они даже были белым покрашены, и они были как современные олицетворения, эталона древнегреческой красоты. Ваш ответ понятен. Да. Внимание, правильный ответ. Культуристы в художественном музее, господин Ару Тюнян. Да. Во время выступления культуристы, посмотрите. Принимали позы известных древнегреческих статуй и скульптур Микеланджело, Леонардо да Винчи, Родена. А сопровождалось все это показом слайдов с изображением этих скульптур. Публика была в восторге. 6-5 победа знатоков. И я называю имена победителей. Ару Мару Тюнян, Сергей Мелкумян, Евгения Иванова, Дмитрий Пецков, Маркар Сетрякян и капитан команды Тигрян Хочарян. Хоть и команда Тигряна Хочаряна выиграла у телезрителей со счетом 6-5, но по-прежнему претендентом на выход в финал остается команда Айка Газадяна, которая во второй игре выиграла у телезрителей со счетом 6-4. 7-4. Господин Тигрян Сафарян, по традиции, слушаем вас. Кто был лучшим знатоком сегодняшней игры? Ну, во-первых, хочу отметить, что игра была очень командной. Практически каждый игрок внес свою лепту в победу. Хочу обязательно отметить господина Дмитрия Вескова, который переломил ход игры, я думаю. И я дал тот ответ, после которого начало все получаться у знатоков. Поэтому, хоть и важнейшая очка принес Арама Родюна, я думаю, что лучшим игроком все-таки надо считать Дмитрия Вескова, который переломил ход игры и принес победу командам. Спасибо. Дмитрий Пецков становится лучшим знатоком сегодняшней игры и получает фотоальбом из личной библиотеки генерала-лейтенанта Варажака Арутюняна, посвященный маршалу Ванесу Баарамяну, а также джаз-пакет 3 в 1 от компании ЮКОМ на 3 месяца, коньяк Мадатов 10-летней выдержки, 50 тысяч драм на свой игровой счет от компании Виваро и мастер-карт, голд-карту премиум-класса, голд-номер тарифного плана Нур-Билайн и Нур-сертификат на сумму 50, тысяч бонусных баллов от компании Нур-Кан. Господин Аравелян, напомню вам, выигравших телезрителей, Анастасия Смирнова, вопрос об аудиокниках. Помните вы, кто был лучшим телезрителем? Мне понравился вопрос о сыновьях генерала. Телезрительница Лили Туанесиан с вопросом о сыновьях генерала становится лучшим телезрителем сегодняшней игры и получает коньяк Мадатов 10-летней выдержки, 50 тысяч драм на свой игровой счет от компании Виваро и мастер-карт, нур-карт, голд-карту премиум-класса, голд-номер тарифного плана Нур-Билайн и Нур-сертификат на сумму 50 тысяч бонусов от компании Нур-карт. Игра закончена. Спасибо за игру. А мы встретимся ровно через неделю на канале Армения Ти Ви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова